Всем привет! Вы на канале Азбука Мастерства. Меня зовут Сика. И сегодня я расскажу, как сделать вот таких вот замечательных ангелочков к Новому году или Рождеству. Для работы сегодня понадобится вот такой вот шаблон с его детальками, ручка для обводки, ножницы, проволока, 1 дождинка, кружева какие у вас есть или может быть вот паеточные ленты, отделочные материалы тоже какие найдете. У меня в форме снежинок, цветочков разных цветов. Обязательно золотой бисер, но можно его заменить желтым бисером, полубусины по необходимости. Ну и конечно же это будет главный материал, это фетр или фоамиран, в зависимости от того, что у вас есть. Сейчас я хочу сделать белого ангела, которого у меня сейчас нет в коллекции. Что мы делаем? Накладываем шаблон на фетр, обводим любым цветом ручкой. Линию потом нужно будет срезать, чтобы ее не оставалось, не было видно. Вот в этих местах у нас есть разрезы. Разрезы мы тоже обводим. Вырезаем. Проверяем. Теперь мы будем декорировать нашего ангела. Работаем на обратной стороне, чтобы не было вот этих вот линий видно. По шаблону вырезаем волосы. Волосы делаем какого-нибудь желтого или любого другого цвета. Ну, допустим, оранжевый волос. Эта деталь называется ручки. Мы ее тоже обводим. Это ангелочек. У ангелочка должен быть нимб. Нимб я предлагаю сделать из золотых бисеринок. Хотя можно использовать пайетку. Такую золотую круглую или какую-нибудь подходящую другую. Мне он имб такой нравится больше. Поэтому мы его сейчас будем собирать. Сейчас нам понадобится золотой бисер и проволока. На проволочку нанизываем бисер. Примерно 7 сантиметров. Закручиваем в петлю. Готово. По размеру головы выкраиваем еще одну детальку головы. Итак, сейчас нам понадобится клеевой пистолет. Клеевым пистолетом мажем изнаночную сторону головы. Укладываем проволочку с нимбом. Берем нужной длины дождинку. Складываем ее пополам. Это будет петелька. Прикладываем. И кружочек петра. Склеиваем. Остатки нужно будет срезать. Хотя их будет и не видно. На лицевую сторону приклеиваем волосы. Тоже с помощью клеевого пистолета. С помощью перманентного маркера нарисуем нежный взгляд. Итак, пистолет готов. Разогрет. Что мы будем делать? По самому низу края мы приклеим ленточку. Ленточка прямая. А нам нужно ее приклеить по вогнутой линии. Как мы это будем делать? По самому краю мы мажем клеем. Приклеивать будем по самому краю. Слегка поворачиваем. Когда фигурка выпрямится, этого будет практически незаметно. Лишнее аккуратно срезаем. Можно приклеить какие-то другие отделочные детали. Например, стразовую ленту. Еще можно приклеить. Если будет желание. Оформлять крылышки нужно не с лицевой стороны, а с изнаночной стороны. Потому что в момент, когда мы будем закрывать, у нас именно изнаночная сторона будет нам хорошенько видна. Поэтому переворачиваем ангела и приклеиваем все, что вы хотите. Это могут быть полубусины или какие-то другие отделочные детали. Приклеиваем по краям крылышек. Изнанку обклеиваем тоже. Но уже немножко можно другим рисунком или другими отделочными детальками. Наши крылышки можно подрезать вот так вот красивенько по краю. Как вот у этого ангела или у этого ангела. Но этого ангела я пока оставляю вот таким, как он есть. Поэтому крылышки будут в форме такого сердца. Последняя деталь, что нам нужно сделать, это одеть руки. Можно их будет подклеить. И в руки положить, если хотите. Может быть это будет бусина. Может быть это будет какой-то декоративный цветок. Можно из фетра вырезать рождественскую звезду. Ну а так как у меня это снежный ангел, я положу в руки нашему ангелу вот такую вот снежинку. Как и этим ангелочкам. Все, можно будет собирать. Нимп расправляем. Застегиваем крылышки. И вуаля, наш ангел готов. Вот такой симпатяга у нас получился. Надеюсь, вам понравилось сегодня работать вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok